В Белгороде продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. За его ходом следят не только жильцы, но и представители Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Еженедельно рабочая группа проводит объезд и общается с жильцами и представителями управляющих компаний. Репортаж Сергея Мещенко. Дом по улице Победы 104. Капитальный ремонт здесь начался в прошлом году. Подрядная организация заменила все коммуникации в подвальном помещении. Но осталась главная проблема – протекающая мягкая кровля, из-за которой регулярно заливала квартиры последних этажей. Жильцы дома надеются, что вскоре и этот вопрос будет решен. У нас на протяжении нескольких лет было залитие трех квартир, которые действительно текли. Но управляющая компания своими силами, как могла, конечно, выезжали, делали латки. Как положено, все они устраняли. Но устранить в рамках управляющей компании – это было нереально. Поэтому от капитального ремонта, думаю, все теперь у нас будет совсем по-другому. Крыша переустроена и все будет хорошо, надеюсь. Следующий дом, который будет в ближайшее время капитально отремонтирован, находится по улице Николая Чумичева, 11. Здесь жители хотели бы видеть фасад в светлых тонах, чтобы он соответствовал концепции белого города. Необходим ремонт коммуникаций в подвальных помещениях, кровли и вентиляции на крыше, которая с годами пришла в негодность. Подрядчик, посчитав стоимость работ, оповестил жильцов, что сумма больше, нежели это было указано в поданной для капремонта анкете. Скорректировать ее предложено на месте. Подрядная организация совместно с собственниками приводит данные анкеты в порядок. И, как уже известно по информации в подрядной организации, на следующей неделе анкеты будут предоставлены непосредственно собственникам в фонд, уже с откорректированными объемами. А к собственникам выйдут с предложениями о выполнении тех или иных видов работ, об исключении. А когда это будет происходить? Следующая неделя. Еще один адрес капитального ремонта – Белгородский проспект 90. Здесь уже заменили систему канализационных труб, окна в подъездах и отремонтировали крышу. Рабочие занимаются утеплением фасада. Процесс идет под пристальным контролем жильцов. Рабочие, которые проводят работы, связанные с капитальным ремонтом, они делают все быстро. Если есть какие-то вопросы у прораба, у строителей, у сантехников, они обязательно связываются. И мы решаем проблемы по мере их поступления. Я думаю, что о результатах говорить рано. Но если дело так пойдет, то, я думаю, жители останутся довольны. По словам руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Любови Киреевой, главная задача такого взаимодействия – помочь жителям города разобраться во всех тонкостях капремонта, чтобы горожане остались довольны выполненными работами. Мы же работаем с советами домов, с председателями, с ополомочиями. Пока не очень грамотные сегодня. Если что-то не знают, мы будем встречаться, объяснять и все вместе делать так, чтобы житель, наш гражданин, был доволен капитальным ремонтом в следующие 50 лет, где он будет жить. Узнать о сроках проведения капитального ремонта своего дома можно на сайте фонда «Содействие реформированию ЖКХ Белгородской области». Там же жильцы могут рассчитать смету реконструкции. При необходимости всегда можно обратиться за помощью в региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ, где в поддержке точно не откажут. Сергей Мищенко, Дмитрий Ерема. К этому часу. Йогурт.